Одна из мировых театральных столиц, Лондон, представила в Ульяновске спектакль по Гоголю. Русская труппа Хамелеон из Великобритании во второй день пятого международного театрального фестиваля истории государства Российского Отечества и Судьбы показала театралам нашего города спектакль записки сумасшедших. В этом британском коллективе только русские. Например, Ирина Карра, выпускница ВГИКа, ученица легендарного советского киноклассика Сергея Бондарчука. Английская фамилия Карра совершенно не английская фамилия. Живя на Западе, как-то очень сложно существовать фамилия Карачева. Мало того, что никто произнести не может, да еще никто и запомнить не может. Поэтому мне пришлось немножко подрезать свою фамилию. Случилась перестройка, 89-й год. Мы оказались единственным, первым, наверное, выпуском, который просто оказался на улице. Нас не распределили, как обычно это бывало. Никто ничего уже не мог, потому что развалилась вся система. Начала, вернее, разваливаться. Я не уверена, что это связано с Сергеем Федоровичем. Я думаю, что это вообще такая пошла. Кстати, с того года как раз никого никуда не распределяли уже. Люди были, актеры молодые должны были сами трудоустраиваться. Ирина Карра и исполнитель главной роли в «Записках сумасшедших» Олег Сидорчик оказались в английской столице очень по-разному. Я работала в театре «Игроки». Туда входили актеры из Америки, из Англии, из Канады и наша часть русская, русскоговорящая. А театр «Игроки» ежегодно выезжал в Канаду на театральный фестиваль. И я там вышла замуж. И таким образом я оказалась, так сказать, на той стороне. Мой муж англичанин, и он перевез меня в Лондон. Так сложились мои обстоятельства, что я вынужден был не вернуться. Не собираясь никогда выехать за границу, так получилось, что я должен был принять такое решение и не вернуться. И поэтому я остался в Британии, в Лондоне. Я уехал из Минска на две недели. С сумочкой на гастроли я выехал на две недели. Что там у нас лежит на две недели, когда мы выезжаем? Вот и все, что у меня было. И после этого я уже в Минске не бывал. На первый взгляд роль Поприщина совершенно не подходит уже по-британски харизматичному Сидорчику. У всех людей есть все. То есть, если это нужно, а для дела это нужно, всегда все можно найти. Во всех есть и Поприщины, и Гамлеты, и Лиры, и все что угодно. И последний Бомж, и там, я не знаю, король. Все можно найти, все можно достать из себя. Любят ли британцы театр так, как любят его русские? Я, когда я только приехала в Англию, я ходила на спектакли довольно много и смотрела все подряд практически. Но в какой-то момент я перестала ходить на драматические спектакли, потому что мне не хватало там чего-то. Я вижу техничность, я вижу отличные костюмы, сет-дизайн. Но мне чего-то там не хватает постоянно. Я не знаю, что это. Может быть, нет этого надрыва, который присущ нашим актерам, нашему драматическому искусству. Нет вот этого умирания на сцене, чего я до сих пор жду всегда. То, что касается политической сферы, совершенно не то, как люди относятся друг к другу. К русскому человеку, к русскому искусству, к русскому языку всегда было очень хорошее отношение. Всегда, вне зависимости от политической ситуации, всегда есть интерес. И я думаю, что надо отделять политику от общечеловеческих каких-то ценностей и смотреть немножко шире на эту ситуацию. Театр может помочь? Да, конечно, как любое искусство. Театр, литература, кино. Живопись. Ярослав Щедров, Сергей Ямин. Специально для Новости Уллправда ТВ.